Приветствую тебя, странник! Устраивайся поудобнее, сегодня я расскажу о истории аварского народа. Аварцы – один из коренных народов Кавказа, исторически проживающий в Нагорном Дагестане, а также в Восточной Грузии, Северном Азербайджане и Турции. Самоназвание Аварал – Магарулал. Аварцы – это храбрый, мудрый и самым многочисленным в Дагестане народ. В древности их тотемными животными были волки, медведи и орлы, сильные духом и телом, свободные, но преданные родным краям. Давным-давно аварцы верили в кровную связь с орлами и отождествляли себя с этими гордыми птицами. Убийство орла считалось грехом. Многие птицы, как только повеет холодом, улетают в чужие края. Орлы же не покидают родных гор, так и горцы, преданных своему краю. И сейчас хорошего, храброго человека зовут орлом. Мужчины, когда танцуют лесгинку, подобно орлам, а женщины в танце поят, словно орлицы в небе. А в некоторых обществах таким тотемом был медведь или волк. Например, герб хунзахских ханов, где изображен этот хищник. Волк – символ храбрости и мужества. Смелость и отвага, с какими волк совершает свои набеги, породили у аварцев уважение к нему. Волк – божий сторож, – говорили аварцы. У него нет ни стад, ни закромов. Он добывает пропитание своей удалью. Численность аварцев насчитывает около 1 миллиона человек. Аварцы дали миру очень много выдающихся людей. Например, великий классик литературы и поэзии Расул Гамзатов. Ученые-арабисты – Мухаммед Мусалов Кудутлинский, Абубакар Аймакинский, Ибрахим Хаджи Гидатлинский, Шейх Узун Хаджи Салтинский. Такую яркую фигуру, как имам Шамиль, уроженец села Гимры, Наибы Шамиля, Хаджи Мурад и Мухаммед Амин. Фельдмаршал Османской империи Фазиль Паша Дагестанлы. Огромное количество спортсменов, среди которых, например, Хабиб Нурмагомедов, пятикратный чемпион мира по вольной борьбе Али Алиев, золотые призеры Олимпийских игр по вольной борьбе Мустафа Дагитанлы, Загалав Абдулбеков, Хаджи Мурад Магомедов, Мурад Маханов, Сагит Муртазалиев, Мавлет Батыров и многие-многие другие. Всех перечислить не хватит времени. Аварский язык относится к нахско-дагестанской группе северокавказской семьи, имея диалекты, подразделяющиеся на северную и южную группы. Что отчасти отражает былое деление аварии на хунзахское ханство и вольные общества. В первую включают Салатавский, Хунзахский и Восточный. Во вторую – Гидатлинский, Ансухский, Закатальский, Карахский, Андалальский, Кахибский и Кусурский. Промежуточное положение занимает Батлухский диалект. Между отдельными диалектами и диалектными группами в целом отмечаются фонетические, морфологические и лексические различия. Аварскому языку родственны андоцесские языки. Аварский вместе с другими языками нахско-дагестанской группы по диаконову является живым продолжением древнего аллородийского языкового мира, куда входили и такие ныне мертвые языки, как кавказско-албанский, хурицкий, урардский, гутийский. Письменность до 1927 года была основана на арабской графике, а в 1927 по 1938 годы – на латинице. С 1938 года – на основе кириллицы. В структурном отношении нахско-дагестанские языки довольно близки друг к другу. В области фонетики для них, как и для большинства кавказских языков, характерен богатый консонантизм при сравнительно небольшом количестве гласных. Морфологический тип данных языков – аглютинативный, синтетический, с элементами аналитизма. Таким образом, в самой глубокой древности все дагестанские народы, входящие в нахско-дагестанскую группу языков, происходили от одного общего предка – протонарода, населявшего данную территорию и имевшего один общий язык. Однако, с течением тысячелетий постепенные языки и народы изменялись, в том числе под воздействием внешних нашествий кочевников, а также завоеваний больших древних империй. Есть несколько спорных версий происхождения аварского народа. Я не утверждаю, что какая-то из версий правильная, а какая-то ложная, просто перечислю те, которые удалось изучить. По первой версии, аварцы произошли от легов, гелов и каспиев. Страбон, известный римский географ и историк первого века нашей эры, ссылаясь на спутника Помпея Феофана Митиленского, пишет, что между амазонками и албанами живут гелы и леги, скифы. А Плутарх, говоря об амазонках, отмечает, что между ними и албанами обитают гелы и леги. По второй версии, в VI веке через Северный Кавказ в Европу вторглись авары, вархуны, кочевой народ из Центральной Азии, вероятно, протомонголо-восточно-иранского происхождения, вобравши в себя на раннем этапе и какое-то количество так называемых синокавказцев, хотя полного единства по вопросу их этногенеза не существует. По-видимому, часть их, осев в Дагестане, дала начало государству Сарир или же внесла свой существенный вклад в его усиление. К сторонникам этой инфильтрационной точки зрения на аварский этногенез и складывания государственности являются Марквард, Притцак, Минорский, Бейлис, Магомедов, Олегберов, Айтберов. Данные же генно-молекулярного анализа материнской линии происхождения доказывают, что русские, поляки генетически ближе аварцам, чем карачаевцы, балкарцы, азербайджанцы, ингуши, адыгейцы, кабардинцы, чеченцы, черкесы, абхазы, грузины, армяне, лесгины, Дагестана. При этом относительно близкое родство демонстрируют показатели осетин, курдов, даргинцев, испанцев, абазин. Русские по степени родства уступают лишь рутульцам. Иранцам Тегерана, иранцам Исфахана, а лесгины Дагестана оказываются менее родственной аварцам популяции, чем территориально далекие британцы. Эти данные также свидетельствуют о том, что современные аварцы являются потомками древних аваров, которые сотни лет жили совместно со славянскими племенами Запада и воевали и с Восточно-Римской империей, и с франкским королем Карлом Великим. По третьей версии, одними из предками аварцев были проживавшие в античную эпоху на территории современного Дагестана племена сельбов и андаков, так как, по мнению некоторых источников, именно эти этнонимы наиболее корректно передают названия позднейших аварских родоплеменных группировок и политических объединений, которые также, как лесгины и другие народы Дагестана, входили в древнейшее государство Кавказскую Албанию. Страбон говорил о том, что до объединения Албании в единое государство здесь проживало 26 различных по языку племен и народов. Подобная этническая пестрота, а также упоминания среди них таких племен, как Албаны, Леги, Гелы, Удины, Дидуры, Андаки, Гаргареи, рисуют картину весьма близкую к современной этнографии Дагестана, где до сих пор проживают потомки этих народов. В этой связи примечательны также исследования Юшкова, специально занимавшегося вопросом о границах Древней Албании. На основании письменных источников, в которых перечисляются внутренние реки Кавказской Албании, он довольно убедительно сопоставляет их с основными реками Дагестана. Таким образом, перечисленные в источниках не только племена, но и реки Кавказской Албании территориально связаны с Дагестаном. Подобные выводы согласуются с данными античных авторов, которые отмечают, что Албания занимала значительную территорию между Каспийским морем, Алазаном и Курой. Северными соседями албанов античные географы называют сарматов, населявших северокавказские равнины. Древние авторы разделяют албанов на жителей гор и равнин. Вся территория Ширвана до реки Алазань также являлась составной частью Кавказской Албании, что находит подтверждение не только в археологических, но и в топонимических материалах. Потомки албан являются и аварцы, ныне живущие на территории Джаро-Белокан и Кварелии. Страбон также проводит границу между албанами и сарматами через Кировикские горы. Такому заключению не противоречат и другие свидетельства греческих историков Плутарха Плиния Тацита, указывающие, что часть албанов населяла долину рек, тогда как другие обитатели в горах, имея в виду горную часть Албании. Страбон отмечает, что горную часть занимает воинственное большинство горцев, которая в случае какой-нибудь тревоги набирает много десятков тысяч воинов. Если учесть, что Страбон пользовался сведениями спутников Лукула и Великого Помпея во время их походов в Албанию, то горной частью, которая соседствует с сарматами, могла быть главным образом территория Дагестана и Чечена-Ингушетии, а воинственное большинство горцев, вероятно, и составляло основу албанского войска, которое, может быть, и заставило Помпея отказаться от продвижения вглубь Кавказа. Албанское государство оказалось в состоянии организовать сопротивление отборным легионам под командованием гнея Помпея и выступить против регулярных войск Рима, что возможно было только при наличии на месте сильной централизованной власти. Не случайно Страбон отмечает, их цари также замечательные, теперь у них один царь управляет племенами, тогда как прежде каждое разноязычное племя управлялось собственным царем. Примечательно также, что древние авторы, описывая албан, отмечают их высокий рост, светлые волосы и серые глаза. Интересные данные о языке Албан сообщает Моисей Харенский, который отмечает, что язык одного из значительных албанских племен горгарейцев богат горловыми звуками. Уже отмечало, что горгарейцев обычно относят к группе родственных племен в Айнахско-Дагестанского круга. На основе языка одних из потомков албанских племен современных удин стало возможным чтение и албанских надписей на глиняных табличках, найденных при раскопках в районе Менгичаура. Остатки албанского письма на каменных плитах были выявлены также в Левашинском, Батлихском и других районах Дагестана, являвшихся исконной территорией былой Кавказской Албании. Данными дагестанских языков этимологизируются и имена албанских царей, засвидетельствованных в древних источниках Вачаган-Ваче. Имя албанского царя Араиза встречается в старинном аварском предании об Ирасхане, поэтому неслучайно академик Мар неоднократно подчеркивал, что основным албанским племенем является дагестанский народ аваров. Таким образом, данные письменных источников, которые находят подтверждение и в обширных археологических материалах, не оставляют сомнений, что Дагестан не только входил в состав Кавказской Албании, но и являлся ее колыбелью. Албаны, горцы, обитали не только в предвухгорных и горных районах Дагестана, но и с древнейших времен занимали обширные просторы Закавказья. О вхождении Закатальского округа с глубокой древности в состав Кавказской Албании говорят не только античные историки, но и ряд исследователей. Бакрадзе, Петрушевский и другие. В целом, сложившаяся на просторах Восточного Кавказа из-за Кавказья и протянувшаяся от Аракса на юге и до Терека, а по данным отдельных источников, до Дарьяла на севере, Кавказская Албания выступала обширным и высокоразвитым для своего времени государственным образованием. В третьем веке нашей эры Кавказская Албания под ударами римских легионеров все же распалась на мелкие владения. В четвертом веке на смену римлянам в Албанию вторгаются сасанитские персы. Сасанитская империя приступает к длительной войне с Албанией на юге. В Албании утверждается христианство. В отличие от соседних Армении и Иберии, Албания, удаленная от Византии, не могла рассчитывать на серьезную поддержку с ее стороны. В середине V века народы Албании, Армении и Грузии ведут упорную борьбу против персидского владычества на Кавказе. В 510 году сасанитским шахом, несколько раз пытавшимся ликвидировать Албанское царство, удается превратить его в особое наместничество, именуемое как Марспанство. Сасаниты ведут антихристианские гонения в Албании. Многие племена горных албанов откололись. В Дербенте располагалась резидентская персидского наместника. Горный Дагестан был в сфере влияния Персии. В 552 году хазары заняли северные равнины Дагестана. Хазарский Каганат становится противником сасанитской империи на Кавказе. В равнинном Дагестане находились такие ключевые города хазарий, как Беленджер и Семендр. Моисей Харенский пишет, что албанский царь владел гористой местностью, за которой была граница между Албанией и хазарами. В VI веке весь горный Дагестан находился под властью сасанитского шаха, который назначил своих правителей во многих княжествах Восточного и Северо-Восточного Кавказа. В древности один из дагестанских царей владел золотым троном, и его государство именовалось как Сарир у арабских историков. Правитель Персии Хасров I Аноширван укрепил царство Сарир многими замками и выдал царю Сарира инвеституру на управление всеми горными осколками Албании. Согласно данной версии, аварский народ оформился из коренных племен Дагестана именно при создании древнего государства Сарир, царем которого был Авар, от которого и пошло название всего аварского народа. Арабский историк X века Масуди передает, когда арабы завоевали Иран, настал конец с Сасанидом. Из сасанидских царей из дегерт бежал от арабов, а впереди себя послал верного человека в Сарир со своей казной и золотым троном. Царя убили, а посланец укрылся в горном Дагестане. Царь Сарира стал называть себя Сахипас Сарир, то есть владетель золотого трона, а его подданные назывались Царирами. У царя Сарира была неприступная крепость, называемая Аллаас, называемая Ал-Ал, Аркас, где хранилась его казна. Столицей был Хумрадж, Хунзах. В стране было 12 тысяч населения, разбросанных по ущельям, и царь брал в рабы кого угодно. Царя Сарира звали Авар, он исповедовал христианство. Этнический состав населения был разнообразным, Сирир граничил с хазарами и много воевал с ними. Сарир название собирательное. В тот период, когда арабы писали о Сарире, под ним подразумевалась значительная часть современного горного Дагестана, где проживало разноязычное население андийцы, авары, хазары и прочие. По мере того, как кольцо арабского завоевания вокруг Дагестана сужалось, сокращались и территория Сарира. В конце концов, это сокращение привело к тому, что территория Сарира ограничивалась рамками современных аварских и некоторых близлежащих районов. Название Сарир не чуждо аварца. Чеченцы и поныне называют своих соседей аварцев этим древним именем Суи, то есть горцы. Версий много, однако точно известно, что государство Сарир действительно существовало и аварцы входили в данное государственное образование. В 7 веке арабы после уничтожения Персии приступили к захвату Восточного Кавказа, которая ранее принадлежала Персии. В 732 году халиф Хишан назначил Марвана ибн Мухаммада управляющим территорией Кавказа. Согласно историку Ал-Куфи, в 737 году арабский полководец Марван ибн Мухаммад держал в осаде крепость царя Сарира под названием Хайзадж ровно год, после чего царь Сарира обязался выплачивать дань. Большинство известных исследователей, начиная с Доссона, Бартольда, Минорского, Бейлиса и других, отождествляют замок Хумрадж с селением Хунзах. Профессор Шехсаидов, а также Айдберов в своих работах отмечают, что столицей Серира был Хунзах, один из значительных населенных пунктов Дагестана. Согласно Бейлису, Марван захватил Гумик и Хумрадж в Горном Дагестане, ушел далее во владение Туман, которое, вероятно, относилось к таким тюркским владениям, как Тарки, Самандр, Баланджар и часть предгорье Дагестана. Албелазури сообщает, что Марван во главе 120-тысячного войска совершил нашествие на хазарские владения. Армия хазарского Кагана была разбита, в дальнейшем под ударами арабов и хазар основная часть земель Албании вошла в состав халифата. В 8 веке в Горном Дагестане располагались такие княжества, как Лакс, Табасаран, Гумик, Хунзах и Кайтак. В северном равнинном Дагестане находилось княжество Туман. В 797 году хазары совершили нашествие на территорию Дагестана. Как писал Бакиханов, в 797 году хазары многочисленными толпами ворвались в Закавказский край, овладели Дагестаном, Дербентом и Ширваном. В это время погибло 140 тысяч мусульман. Племена дагестанские, принявшие ислам, вновь обратились в язычество. В 822 году нашей эры Абу Муслим из Сирии покорил Дагестан и силой оружия, заставил горцев принять мухаммеданскую веру. Дагестан сделался рудником ученых и храбрых. Абу Муслим, наложив посильную дань на дагестанские племена, поставил в каждом из них хана из своих родственников. В 9 веке в связи с начавшимися смутами в халифате Сарир приобрел независимость. В условиях ослабления позиции Хазарии и халифата на Кавказе Сарир выступал как самостоятельная сила и в 10 веке был пик его могущества. Царь Сарира именовался в рабских источниках как Хакан Ал Джибал или же правитель гор. Новосельцев писал, что крупнейшим владетелем горного Дагестана был Сахиб Ас-Сарир. Сарир характеризовался как страна горная и степная. союзнические отношения Сарира с Алани сложившиеся очевидно на антихазарской почве подкреплялся династическими браками. Исхак Ибн-Исмаил правитель Тифлиса был женат на дочери царя Сарира. Согласно Гаджиеву и Белесу царство Сарир было общедагестанским государством фигурирующим во всех источниках наряду с царством Алан Хазарским Каганатом и Киевской Руссией. Якуби писал что в Арани 4000 селений и большая часть их принадлежала царю Сарира. Согласно профессору Даниялову Ширван был древней территорией Сарира. Один из царей Сарира носил имя Авар. Сарир был связан с такими центрами как Танус и Хунзах. В 10 веке большая часть Дагестана за исключением Гумика была под влиянием царя Сарира. С точки зрения мусульманской географии Сарир как христианское государство находился в орбите Византийской империи. Алластахри сообщали В государство В государство Рум входят пределы Рус Сарир Алан Арман и все другие кто исповедует христианство. Отношения Сарира с соседними исламскими эмиратами Дербентом и Ширваном были напряженными и с обеих сторон изобиловали частыми конфликтами. Однако в конечном счете Сариру удалось нейтрализовать опасность исходившую оттуда и даже вмешиваться во внутренние дела Дербента оказывая поддержку по своему усмотрению той или иной оппозиции. К началу 12 века Сарир в результате внутренних расприй а также складывания широкого антихристианского фронта в Дагестане повлекшего за собой экономическую блокаду распался и христианство оказалось постепенно вытеснено исламом. Тошедшие до нас имена царей Сарира как правило сирийско-иранского происхождения. Территория аварии в отличие от остального Дагестана не была затронута монгольским нашествием 13 века. В период первого монгольского похода в 1222 сарирцы приняли активное участие в борьбе против врага монголов Хольшмаха Джалал Аддина и его союзников Кыпчаков. События связанные со вторым походом происходили следующим образом. Весной 1239 от огромного войска осаждавшего в предгорьях Центрального Кавказа Аландскую столицу Магас отделился сильный отряд под командованием Бугдая. Пройдя Северный и Приморский Дагестан он свернул в район Дербента в горы и к осени дошел до Агульского села Рича. Оно было взято и уничтожено, о чем свидетельствуют также эпиграфические памятники этого селения. Затем монголы прошли в земли Лакцев. Далее по сообщению Рашида Дина известно, что монголы дошли до области Авир. Это аварская земля. Однако каких-либо сведений о враждебных действиях монголов Бугдая по отношению к аварцам нет. Мухаммед Рафи пишет о заключенном союзе между монголами и аварцами. Такой союз был основан на дружбе, согласии и братстве, подкрепленном к тому же и узами династических браков. По мнению современного исследователя Мурада Магомедова, правители Золотой Орды способствовали расширению границ аварии, возложив на нее роль сборщика дани с многочисленных покоренных на Кавказе народов. Изначально установившиеся мирные взаимоотношения между монголами и аварии могут быть связаны и с исторической памятью монголов. Они, очевидно, имели информацию о воинственном аварском Каганате, сложившемся в IV веке на древней территории Монголии. Возможно, сознание единства по родине двух народов и определило лояльное отношение монголов к аварцам, которых они могли воспринять как древних соплеменников, оказавшихся на Кавказе задолго до них. А может быть и нет. Точно это неизвестно. С покровительством монголов очевидно следует связывать и отмеченное в источниках резкое расширение границ государства и развитие хозяйственной деятельности в аварии. Об этом можно судить и из сообщений Хамдулы Казвини, который отмечает о довольно обширных размерах аварии в начале XIV века, объединявшей равнинные и горные районы. К 1444 году версии уходят и приходят факты, так как появляется первое достоверное упоминание населения Нагорного Дагестана под названием Авары. Оно принадлежит Иоанну де Галанифонтибусу, который писал, что на Кавказе живут черкесы, веки, ясы, аланы, авары в Казикумухе. В завещании правителя аварского Андуника, датированном 1485 годом, последний также использует этот термин, именуя себя эмиром Вилаята Авар. В последующий период предки современных аварцев зафиксированы в составе аварского и мехтулинского ханств. Некоторые объединенные сельские общины сохраняли демократический строй правления и независимость. 16-17 век характеризуются процессами усиления феодальных отношений в аварском нутцальстве. В этот период продолжалось интенсивное переселение аварцев в Джарабелаканы. Используя благоприятный момент ослабления, а затем и распад шамхальства, аварские ханы подчинили своей власти соседние сельские общины багвалинцев, чамалинцев, тендинцев и других, за счет которых значительно расширили свои территории. Наибольших успехов в этом достиг Уммахана Варски по прозвищу Великий, правивший в 1774 по 1801 годы. Уммахану платили дань грузинский царь Иракли II, дербенский, кубинский, шикинский, бакинский, ширванские ханы, вассал Турции паша Ахалцихский, население Тушетии. Во время военных действий союзные с хунзахским ханом общество обязаны были поставлять войско и обеспечивать его всем необходимым. Говоря о Уммахане, Ковалевский отмечает, что он человек больших предприятий, отважности и храбрости. Собственно, его владение было небольшое, но влияние на окрестные народы весьма сильное, так что он представляет собою как бы повелителя Дагестана. Характеризуя Умахана, подполковник генштаба русской армии Неверовский пишет, что ни одно владительное лицо в Дагестане не достигало до той степени могущества, как Амархан Аварский. И если казикумыки гордятся своим Сурханханом, то Аварцы всегда самое сильное племя в горах еще более имеют право вспоминать с гордостью об Амархане, бывшем действительно грозой всего за Кавказьем. В последующий период предки современных Аварцев зафиксированы в составе Аварского и Мехтулинского ханства. Некоторые объединенные сельские общины сохраняли демократический строй правления и независимость. На Южном Кавказе таким статусом обладала так называемая Джарская Республика государственное образование закавказских Аварцев в союзе с Цахурами. В Дагестане наиболее были известны республики Андалал, Анкратль и Гедатль. При этом Аварцы обладали единой правовой системой, основным источником права был Адат. В первой половине XVIII века Авария оказалась под угрозой завоевания возрождавшейся Персидской империи Надир-Шаха, который своими талантами великого полководца расширил границы Персии от Индии до Ирака и Дагестанских гор. В 30-е годы XVIII века начались первые военные столкновения Аварцев с Персами. Персидский шах неоднократно предпринимал попытки покорить горцев Дагестана, однако ни одна из них не увенчалась успехом. В одной из таких экспедиций, предпринятой осенью 1738 года у Аварского села Джар был разбит 32-тысячный отряд брата Надир-Шаха Ибрагим хана, сам он был убит. В этом сражении персы потеряли около 24 тысяч человек убитыми. Жаждая мести за брата, Шах двинул 100-тысячную армию в Дагестан. Встречая здесь сопротивление местных народов, Надир-Шах отвечал зверствами, сжигал целые аулы, истреблял население и тому подобное. Только аварцы не покорились ему, из-за чего Надир-Шах начал готовить вторжение в их земли. Покорив на своем пути все народы, в сентябре 1741 года персы вступили на аварскую землю, на территорию общества Андалал. К сентябрю 1741 года весь Дагестан уже находился в руках персов. Единственной непокоренной цитаделью Дагестана оставалась авария. Как верно замечал английский историк Лакар пока авария оставалась непокоренной, ключ к Дагестану был в недосягаемости Надир-Шаха. Грозная опасность, нависшая над аварией, сплотила аварские общества. Андалалский Кадий Пир Мухаммад обратился с посланием о поддержке ко всем обществам. Религиозный лидер Андалалала Ибрагим Хаджи Гедатлинский до этого дважды обращался к персидскому Шаху, уговаривая его не вести ненужную войну с мусульманами, несмотря на то, что Шах был все-таки шиитом, а аварцы суннитами. Более того, к Надир-Шаху по преданиям были направлены послания и парламентарии из Андалала. Дело кончилось их казнью. После этого Андалальский Кадий сказал, «Теперь между нами не может быть мира, пока рассудок наш не помутится, будем воевать и уничтожим вторгшегося врага». Персы выступили в аварию с двумя крупными группировками во главе с Люфт-Али ханом и Гайдарбеком через Аймукинское ущелье в Ботлих и Анди и отрядом под командованием самого Шаха в Андалал, а затем оттуда в Хунзах. Тем самым, покорив аварцев, силой оружия на Дершах намеревался завершить покорение Дагестана. Калушкин в реляции от 21 сентября 1741 года рассказывает о безуспешности военных действий против аварцев. В стычках с аварцами Шахское войско почти непременно терпело неудачу. По сообщению Калушкина, персидские солдаты сами признавались, что 10 человек против одного лесгинца так они называли дагестанцев стоять не способны. Аварцы сбрасывали с гор камни на проходившие внизу отряды. В сентябре 1741 года прошла битва в Аймакинском ущелье. Здесь персидское войско возглавляемое Люфт-Алиханом и Гайдарбеком было наголову разгромлено. Большая часть двадцаттысячной армии была истреблена. От четырехтысячного отряда Гайдарбека уцелело только пятьсот человек. А от шеститысячного отряда в живых осталось всего шестьсот человек. Победителям досталось очень много трофеев девятнадцать пушек, много боеприпасов и весь обоз. Затем произошла битва у подножия Турчедага. Пять дней продолжалось сражение. Несмотря на значительное численное и техническое превосходство противника, аварцам удалось нанести сокрушительное поражение иранскому завоевателю, не знавшему до столкновения с аварскими обществами ни одной военной неудачи и находившегося в зените своего могущества. Упорная борьба аварцев надломила силу шахского войска. После боев под селами Согратль, Чох и Абох более чем 100-тысячная армия Надира союзника России по антитурецкой коалиции подедела до 25-27 тысяч. Отступали его войска и таким ускорительным маршем, который по справедливости за побег причесть можно, сообщал в реляции из Дербента от 28 сентября 41 года Калушкин. Отступающее войско подвергалось непрерывным атакам аварцев и иногда шаха. Так жестоко били, что его самого принуждали троекратно к обороне назад оборачиваться. Потери были огромны. По окончании похода от 52 тысяч осталось не более 27 тысяч. По другим данным шахские войска потеряли 30 тысяч человек, более 33 тысяч лошадей и верблюдов, 79 пушек, большую часть вооружения и снаряжения. По пути аварцы несколько раз догоняли их и наносили удары. Надир отступал. Через Кукмадагский перевал. Таким образом, шах добрался до Дербента с половиной войска, лишившись казны имущества и почти всех вьючных животных. Разгром полчесть Надир шаха вдохновил вдохновил на борьбу народы, находившиеся под гнетом иранцев. Дагестанские аулы, покоренные Надиром, один за одним поднимали восстание и громили отступавших воинов шаха. Весть о поражении Надир шаха вандалали, по свидетельству турецких историков Эрела и Гегдже, встретили в Стамбуле с огромной радостью и восторгом, как важный фактор, отодвинувший угрозу нападения Ирана на Турцию. С удовлетворением была воспринята весть о поражении Надира и в Санкт-Петербурге. Как сообщалось, в Стамбуле давали салюты, в Петербурге не могли скрыть радость и облегчение. Остатки персидского войска рассеялись по Дагестану и Чечне. Чеченский этнограф XIX века Умалат Лаудаев сообщает об этом. Персияне, разбитые аварцами при Надиршахе, рассеялись по Дагестану, из них некоторые поселились между чеченцами. Компания 1741-1743 годов против аварцев дорого обошлась иранскому государству. Характеризуя состояние Ирана в эти годы, братищев в письме канцлеру Алексею Черкасскому указывал, что в продолжении двух лет Шах не смог справиться с местным населением, которое к защищению своему имело только ружье и саблю, но лишь в конец разорил свое государство, подорвал свои сбродные силы, благодаря его суровости и жестокости народ обнищал. В 1803 году часть аварского ханства вошла в состав Российской империи. Однако первоначально царская администрация допустила ряд серьезных ошибок и просчетов. Тяжелые поборы и подати, экспроприация земель, вырубка лесных угодий, строительство крепостей, повсеместное притеснение вызвали недовольство народа, прежде всего его наиболее свободолюбивой и воинственной части узденьства, то есть свободных общинников, никогда прежде не живших под подобного рода правлением. Все сторонники России ими были объявлены безбожниками и предателями, а царская администрация проводниками рабского строя, унизительного и оскорбительного для истинных мусульман. На этой социально-религиозной основе в начале 20-х годов 19-го века началось антицаристское движение горцев под лозунгами шариата и мюридизма. В конце 1829 года при поддержке общепризнанного духовного лидера Кавказа Лизгина Магомеда Яракского избирается первый имам Дагестана Аварец Мулла Гази Мухаммед из села Гимры. Гази Мухаммед с небольшим отрядом своих приверженцев вводил шариат в аварских аулах зачастую силой оружия. Организовав в начале 1831 года укрепленный лагерь Чунгизген Гази Мухаммед совершил ряд походов против русских. Вскоре во время сражения в своем родном селе Гази Мухаммед погиб. После гибели Гази Мухаммеда Мюридское движение локализовалось в рамках обществ Нагорного Дагестана и переживало далеко не лучшие времена. По инициативе шейха Магомеда Яракского был созван Высший Совет Ученых Улама. Вторым имамом был избран Гамзадбек из села Гоцатль, который в течение двух лет продолжал дело Гази Мухаммеда. Газават Священную Войну В 1834 году им была истреблена ханская династия, что вызвало гнев среди хунзахцев. После убийства ими Гамзадбека имамом избрали Шамиля ученика Магомеда Яракского и сподвижника Гази Мухаммеда, который возглавлял национальное освободительное движение горцев в течение 25 лет. Все эти годы Шамиля аварец по национальности оставался единоличным политическим, военным и духовным лидером не только Дагестана, но и Чечни. Носил официальный титул имам. С 1842 по 1845 годы на территории всей аварии и Чечни Шамилем было создано военно-теократическое государство имамат со своей иерархией, внутренней и внешней политикой. Вся территория имамата была разделена на 50 наибств военно-административные единицы, во главе которых стояли наибы, назначенные Шамилем. Исходя из опыта войны, Шамиль провел военную реформу. Была проведена мобилизация среди мужского населения в возрасте от 15 до 50 лет. Войско разбито на тысячи, сотни, десятки. Ядро вооруженных сил составляла конница, включавшая гвардию муртазеков. Общая численность войск Шамиля доходила до 15 тысяч человек. Согласно данным чеченского наиба Шамиля Юсуфа Хаджи Сафарова войско имамата состояло из аварских и чеченских мюридов. Аварцы предоставляли Шамилю 10 тысяч 480 воинов, которые составляли 71% всего войска. Чеченцев же насчитывалось 28% общей численностью в 4270 человек. При Шамиле было налажено изготовление артиллерийских орудий, пуль, пороха. Он имел звание маршала Османской империи, а в июле 1854 года официально получил звание генералиссимуса. Долгая война разрушала хозяйство, приносила огромные людские и материальные потери, многие селения были разрушены и сожжены. Шамиль ввиду относительной малочисленности аварского и чеченского народов пытался обрести среди единоверных мусульман как можно больше союзников. Но вовсе не горел желанием присоединяться к Турции. В военных действиях участвовали чеченцы, аварцы, лакцы, даргинцы, лизгины, кумыки и другие народы Дагестана. Что касается военной подготовки, аварцев генерал царской армии Василий Потта писал, Горская армия многим обогатившая русское военное дело была явлением необычайной силы. Это была безусловно сильнейшая народная армия, с которой встретился царизм. Чисто военная тренировка кавказского горца казалась удивительной. Ни горцы Швейцарии, ни марокканцы Ап-Эль-Кадера, ни сикхи Индии никогда не достигали в военном искусстве таких поразительных высот, как аварцы и чеченцы. Бестужев Марлинский, служивший на Кавказе, пишет об аварцах. Аварцы народ свободный, они не знают и не терпят над собой никакой власти. Верность аварского слова в горах обратилась в пословицу. Царизм же не применул извлечь уроки из своих ошибок и неудач и в корне поменял тактику. временно отказавшись от политики жесткого колониального гнета. В таких условиях мюридистские лозунги о необходимости ведения священной войны с Россией до последнего подростка, способного держать в руках оружие, не считаясь при этом ни с какими жертвами, ни с какими потерями, стали восприниматься горцами как сумасбродные и гибельные. Авторитет Шамиля и его наибов стал таять. Шамилю нередко приходило воевать не только с русскими, но и со своими фрондерами. Так, часть аварцев сражалась на стороне России в подразделениях горской милиции и дагестанском конном полку. После капитуляции Шамиля все аварские земли были включены в состав дагестанской области. В 1864 году аварское ханство было ликвидировано. На его территории был образован аварский округ. По отношению к аварцам в Дагестане имеются многочисленные факты, свидетельствующие о наделении их такими льготами и привилегиями, которыми было обделено даже подавляющее большинство самих русских. В частности, что касается быстрого предоставления высоких воинских наград, дворянских званий, офицерских чинов, плененному Шамилю со стороны царя, были оказаны максимальные почести. Царская администрация и русские военачальники очень высоко отзывались о Шамиле как о мужественном и порядочном человеке, подчеркивая его незаурядный талант, полководца и политика. А варцы при императоре Александре Втором входили в состав лейб-гвардейских подразделений царского конвоя, в том числе несли караульную службу в дворцовых покоях монаршей семьи. К началу Кавказской войны в Дагестане жило около 200 тысяч аварцев, а на территории Чечни более 150 тысяч чеченцев. Войны с Российской империей привели к тому, что аварцев и чеченцев к концу Кавказской войны осталось менее половины. Одним из последствий Кавказской войны стала также эмиграция дагестанцев в Османскую империю. Царская администрация поначалу даже поощряла это явление, но после того, как эмиграция стала из года в год приобретать характер массового исхода аварского народа в Турцию, ей стали препятствовать. Царизм, с одной стороны, не мог заселить аварские горы казаками, а с другой оказался свидетелем использования Османской империи северокавказского этнического элемента в качестве ударных войсковых соединений против своих внутренних и внешних врагов. После Кавказской войны аварцы часто поднимали восстания, как было в 1860-1862 годах в западной аварии, в 1869 году в Джарах и в 1871 году во время русско-турецкой войны. В 1921 году была образована Дагестанская СССР. В конце 1920-х годов на землях, населенных аварцами, началась активизация и индустриализация. В 1940-е по 1960-е годы многие аварцы переселились из горной местности на равнины, преимущественно на территории Кизлярского, Кизельюртовского, Хасавюртовского районов. Подводя итог, хочется сказать, что у аварцев очень богатая, древняя и славная история, а значит, все у них должно быть хорошо и в будущем. Пожелаем мира и процветания этому храбрейшему и мудрому народу. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы увидеть видео первыми нажимайте на колокольчик. До следующих встреч. Пока.